всем доброго времени суток уважаемые зрители ну и сегодня я вам расскажу еще про один спиннинжок от фирмы black hole а именно про ихнюю новинку видно что фон за мной уже совсем другой не тот чтобы раньше ну что теперь поделать привыкайте сегодня у меня на обзоре будет вот такой спиннинг от компании black hole под названием booster ну я думаю booster он и в африке booster переводить никто ошибка в переводе не нуждается вот данный спиннинг у нас с тестом получается 10 до 40 грамм и с длиной по моему 210 что ли даже лет 2010 сейчас мы посмотрим на бланке точно какая у него длина ну что чехол здесь а просто херня надо признать обыкновенный спич бог который используется для упаковки там для подкладки там еще чего-то там где угодно короче материал прям ну вообще никакущий по сути дела ну так за неимением ничего в принципе да видите когда у нас шоу в коробке где-то тут он даже умудрился чуть-чуть даже потереться заклеились пиннинг нему сразу признаюсь это его купил мой хороший знакомый и соответственно когда он его взял в руки он если можно так выразиться так офигел в атаке сразу будет не играть саня горит это просто пипец игре должен как бы сказать сделать обзор на этот спиннинг то есть так что тут не нужно думать что это какая-то там специфичная там реклама там или еще что-то это вот именно так оно и есть как я вам рассказываю у нас же спиннинг сразу же забрал с транспортной компании и приехал в течение дня зовет этот спиннинг ко мне я говорю в чем говорю вопрос прям такой спиннинг говорю что на какой-то игры ты в руки возьми когда его взял в руки посмотрел качество и мы просто офигели мы просто поразились так как цена этих спиннингов booster от двух до двух с половиной тысяч рублей то есть по сегодняшним дням две тысячи рублей за такие спиннинги booster это реально бюджет самый настоящий для сегодня 2 рубля сегодня 2 рубля то ничто если два года назад ехал на рыбалку мне стоило как бы сказать заправить бак 100 литров в две тысячи там восемьсот да в пределах трех рублей да то теперь мне нужно пределов 5 рублей чтобы заправить этот бак и все это за каких-то два года до то есть идти в магазин все знают что такое сходить в магазин закупиться по нормальному выйти из какого-нибудь магазина типа как у нас сеть сам бери на западе там пятерочка магниты ты вышел пятерка то есть на сегодняшний день пятерка это просто карманные расходы так чтобы поддержать твой дневной уровень как бы сказать жизни там заправить машину сходить в магазин купить то есть вот пятерка так что нужно понимать что два рубля это даже не просто бюджет это вообще ниже даже бюджета да потому что я считаю если когда суммы 5 рублей они просто карманные минимальные расходы то наверное уже 5 рублей это уже наверно тоже можно считать бюджетом в моем понимании может быть в нашей земле еще есть места где-то может быть и рубль это не бюджет но люди которые двигаются работают современные люди в движении для них это я не думаю что это деньги вот ну и давайте посмотрим как что и почему клапан сверху открывается фиксируется на липучке никакого разделительного кармана не присутствует чехол достаточно узкий и с этим испытываются неудобства то есть видим никак главки не разделены да с этим испытываются неудобства когда нужно запихать ну как бы обратно этот спиннинг лучше это делать одновременно сразу же складываете вместе два колена и одновременно начинаете запихивать потому что по отдельности если вы запихаете то потом будете упираться в кольца или во что что-то я пробовал то есть не запихать то есть что можно сказать по чехлу это умный отстой а вот теперь мы будем смотреть и разговаривать о том что нас поразило за 2000 рублей начнем конечно с комнаты посмотрите разнесенная ручка фигурная вытачка анатомическая до подхват передняя гайка фрикциона форнитура корейская форнитура от завода н.с. кольца кр-серии тоже корейские сиковские карбид кремния по качеству это не те китайские кольца то есть нужно понимать когда вы покупаете китайский спиннинг там нет такой форнитуру и таких колец то есть эла из какой то из которой сделано вообще как замша твердая упругое качество просто обалденная баркап сделан полностью безо всяких там вставок да что можно вот так вот упереть даже сделаны какие-то видим кольчики вставлены декоративные они конечно могут упасть такое бывает со временем на всех спиннингах даже на дорогих смотрите как это выглядит передняя гайка для затяжки катушки очень все качественно хорошее такой вот матовый бланк по качеству смотришь по лаку по намотке ну реально трудно да что-то предъявить есть чуть-чуть там неровности заплытия лака да вот именно как таковых подтеков я не вижу по крайней мере на этом спиннинге и наверное может быть этот спиннинг мне сразу же захотелось в следующем году до обязательно порыбачить таким спиннингом провести сезон почему бы нет ничего такого я не вижу плохого я просто недавно был на рынке на нашем на выборгской да где китайский рынок там есть такие два магазина на втором этаже павильонов длинные большие и я специально смотрел у них спиннинги там тоже есть спиннинги за эту же цену за 2000 рублей но вот тут за 2000 рублей даже не с алиэкспресса у настоящих китайцев на дальнем востоке купить у них за 2 рубля смотришь на качество это просто хлам у них за 2 рубля просто хлам по сравнению с этим что здесь мы видим совсем приемлемое нормальное качество вот я просто в шоке то есть мы видим что на сегодняшний день нормальные фирмы они двигаются к удешевлению продукта и стараются его сделать максимально качественными качественным да за более меньшую сумму денег так же как и на сегодняшний день можно купить и дешевые катушки шимана на алиэкспрессе или настоящие шимана и дешевые катушки дайва и человек у которого есть понимание вопроса да он поймет что нет необходимости уже брать что-то китайское когда за такую же сумму или чуть-чуть побольше можно купить что-то более-менее стоящее то есть уже отпадает вопрос в понимании покупки китайских вот этих вот снастей может еще приманки вот остаются да а так мы видим что уже у фирмы коэкс ну вернее у фирмы black hole до официальные представители данного бренда и тума и black hole в россии является фирма коэкс можно купить нормальные воблеры нормальные спиннинги с очень высоким качеством по очень хорошей цене этим спиннингом я еще не порыбачил ну и давайте что-то про него поговорим да то есть длина спиннинга у нас два метра две целых шесть десятых то есть это я не понял два метра шесть сантиметров да то есть получается так по маркировке два метра шесть сантиметров он коротенький и тест его 1040 то есть спиннинг предназначен именно для твичинга если взять руку мы видим что длина ручки не большая и она не не до самого локтя и не выходит за пределы что вот именно удобно твичить сейчас посмотрим его строй ну и соответственно посмотрим его стыковое соединение оно не шпигутное шпигутное ставят как правило уже на дорогих спиннингов все это так вот легкими движениями двумя пальчиками и послушаем если в нем стуки то есть на не на предмет нетучность подгонки затянем гайку чтоб она не дребезжала ух ты какая мощь абсолютно тихо спиннингом блокхолл трудно что-то предъявить да браки бывают но я лично сколько у меня было спиннинга сколько их проходило да сколько люди заказывали как бы сказать какого то такого брака не было транспортировки неудачные встречаются намного чаще чем вот замечательно видите все растыковали легко и непринужденно ну давайте попробуем его строй оценить строй действительно твичинговый ну он прям такой не колор прям мертвый колор нет такого все-таки не то вот кончик-то подыгрывает чуть-чуть и может быть его можно и применить будет и в других как бы направленностях не только для твичинга может быть джиг может быть еще что-то вот так как у нас на дам в дальнем востоке мощная сильная рыба твоего может даже актуально как бы применить и для ловли такой мощной рыбы потому что я чувствую что спиннинг несмотря на то что он такой коротенький теста его все-таки 1040 то есть надо понимать да что вот это вот как бы игрушка рассчитана на большие воблеры продергивать мощные соответственно выводить крупную рыбу потому что даже если погнуть туда дурит то в нем хотя мы видим да чтоб при чуть-чуть при легком изгибе все таки он делает хороший изгиб ближе к параболе тигрит о том что спиннинг должен отрабатывать на рыбе будет нормально да и будет ее вязать если это будет достойная рыба скажем тогда давайте взвесим его потому что чувствоваться в руке тяжело вас там посмотреть стенки стенки достаточно толстая но бывает и туша сказать скажу ближе к среднему нету такого чтобы толщина стенок там офигенно толстая это говорит о том что все-таки какой-то современный достаточно качественный материал если вот так посмотреть внутри нету как у китайца смотришь там обыкновенная стекловолокно закатана такого нету развешиваем игрушку 136 137 136 136 грамм это я считаю нормально для спиннинга за 2 рубля грубо говоря два с копейками да они от двух до двух с половиной зависимости от тестов и длины точно я не вдавался и не смотрел потому что мне не интересно было то вдруг привез я делаем по нему обзор хорошая как бы сказать для такого веса для такой мощности результат потому что ну такой вес для такой мощности спиннинга это нормально да ну давайте посмотрим какой у него баланс то есть ну качество конечно поражает качество поражает уважаемые зрители кстати еще в этом году я приятно был удивлен дальностью заброса спиннинга в гектор и обязательно в следующем году постараюсь снять видео пес на дальность заброса потому что он такие вот результаты какие-то дал прям такие четкие что даже спиннинги в ценовой категории 30 с плюсом импортные там мировых брендов до японских начинает маленько подсаживаться чем что может исполнять спиннинг гектор до при дальности заброса за свою ценовую категорию 6 с плюсом это тоже постараюсь сделать это видео но мы сейчас посмотрим баланс данного спиннинга понятно что ручка коротенькая сделан он у нас как бы для твича и не исключено что может чуть-чуть парклёвывать но спиннинга ну и так как спиннинг до 40 грамм возьмем предполагаемую достойную катушку в размере 4000 видим что баланс на самом краю гайки закручиваемой да ну и расстояние от бортика шпули достаточно небольшое в принципе очень даже неплохо для такого мощного твичевого спиннинга очень хороший результат ну а цена я просто поражаюсь это конечно очень даже неплохо обязательно постараюсь уважаемые зрители именно не обещаю там на сто процентов а говорю постараюсь надо понимать слова постараюсь и сделаю это разные вещи да может быть я постараюсь что в следующий сезон я проведу меня на тесте будет вот такой вот бустер за такую ценовую категорию чтобы понять действительно ли он за эти деньги чего-то стоит ну а так пока я не могу выявить каких-то скажем так претензий наверно всю даже вот очень 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 хорошо вот мы видим что новинка достаточно хорошая и многие люди ловят на западе твичингом там ловят эту щуку на эти воблеры до соответствующие минушки это модное направление и видно фирма коекс специально заказала завода нс да вот такую вот новинку в таком популярном направлении как твичинг и в таком дешевом сегменте то есть мы видим что корейцы могут не могу там могут да как говорится исполнить надеюсь что он покажет очень хорошие результаты спиннинг остается в хабаровске человек будет рыбачить мой знакомый хороший весь следующий сезон так что мы можем это проконтролировать и если может быть тоже постараюсь прикупить такой чтобы на горной речке тоже там что-то чих пых исполнять да вот ну ну все таки в преддвериях праздников уважаемые зрители хочу вас еще и до бесконечности я бы рад вас поздравлять с этими праздниками пожелать вам всего самого наилучшего всех всех благ чтоб самое главное все у вас было здоровье деньги благополучие и счастье ну а я выступлю все таким небольшим в конце видео небольшим дедом морозом все видели видео у нас андреем петерцовым андрей петерцов подписывал вот такие вот приманочки ганджик пикеры вот они в коробке все подписаны андреем петерцовым я думаю наверно надо показать что вот они видите подписаны андреем петерцовым не знаю как хорошо будет видно в камеру сверху на коробочке его роспись мы разыграем под этим видео эти приманки думаю тянуть не буду здесь раз два три 4 5 6 6 приманок и я думаю мы все шесть разыграем по одной приманки на руки да ну а чтобы поучаствовать в конкурсе вы должны быть подписаны на мой канал лайка дизлайка я не выпрашиваю как многие там разыгрывают обязательно подпишитесь лайк поставьте там фигней мы не занимаемся мы взрослые люди нужно только быть подписанным на канал и написать любой комментарий например пошел ты на до того тоже достаточно и он примет в этом розыгрыш вот я с помощью программы разыграю придется 6 раз запустить эту электронную рулетку да и будет как бы сказать 6 победителей к кому отправятся уважаемые данные при манке так что пишите комментарии и приманочки такие вот с подписью андрея петерцова поедут к вам ну конечно не приедут уже после нового года ну на этом заканчивается мое видео все кому понравилось подписывайтесь да 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 на мой канал делитесь этим видео с вашими друзьями до свидания до новых встреч до новых встреч